Продолжительность цикла существования термофилов, архива, бактерий, которые находятся в основании филогенетического древа жизни. Порядок заключения. Простите, не перенела. Цикл существования от деления до деления. Термофилов наиболее древних в эволюционном поиске. Цикл существования, в смысле время деления, очень короткое. Часы. Да, 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 даже меньше. Два часа, там, двадцать минут, очень быстро. То есть одни из самых быстро делящихся. У них почти нет никаких вот лишних генов, только самое-самое. Вы сейчас рассказывали, что там что-то было заменено, и это должно изменение популяции там. Температура повыше и так далее. Вы рассматриваете какие-то возможности, чтобы найти или представить себе микроорганизмы, которые могут жить при температуре существенно выше 100 градусов? Ну, я не прошу там 600 градусов, как вот наблюдается сейчас. Вообще температурный сейчас рекорд 122 градуса. 122 градуса. Да, 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 это официально зарегистрированный. Это такой микроорганизм метанопирус англии, это метаноген, который использует водород, восстанавливает СО2, образует метан. Но такая температура достигается только при повышенном давлении, естественно, чтобы вода была в жидком виде. И действительно, этот микроорганизм выделен из клуба колодной гидротерии, из тех самых черных курильщиков, где... А вот эти есть черные курильщики, а дальше нет ничего, да? То есть 122 это максимальная температура? Нет, это то, что показано в лаборатории. Этот микроб делился, размножался в лаборатории при 122 градусах. А дальше сваривается. Ну, просто нет, как раз температура высокая они переносят. И вот у вас же было... Да, сероредукция была. Сероредукция при 130 градусах. Ну, это с помощью изотопов. В природе, да, с помощью изотопов. Не изотопов, а плюс 130 градусов. Вася показал тогда, что у него была сероредукция. Но он не мог бы микроб носить. Да, да, да. Это ваша комната. А там был к вам 100 градусов у Йоркенса. Да, да. Так у вас 130. Просто не лезет в город, да, вот такая вот вообще существование. Ну, вы понимаете, да, допустим? Ну, 650, да, вот это. Да. Потому что уже много раз сказали, что... Ну, что-то там важнее, вдруг оказывается, что да. Да. Так что, замечательно. Разделение на арфейной и бактериальной ветки диспропорцинаторов. Скажите, пожалуйста, это по кодирующей части или по некодирующей? Нет, я не в виду не диспропорцинаторов, а вот СО, окисляющих микробов. Нет, у нас, конечно, нет сведений, что это было свойство вот этого вот лука, так называемый, общий предок. Нет, нет, нет. Нет, я немного по другое. Я вопрос, что, значит, это самое, значит, базовая транскрипционная механизма, арфейка и бактерии разные. Минципиально, наверное. Вот я спрашиваю, разделение было только по кодирующей части проверено или по еще и по некоднющей части? То есть вы имеете, нет, ну по ДНК, конечно. Кодирующей ДНК. Конечно, конечно. Я тоже, молодец. Вы все-таки не совсем понимаю, вы говорите про тот процесс, о котором я рассказывала, или вообще про архей и бактерии? Я говорю, значит, вы говорили о разделении, что по двум, ну на две ветки. Нет, я не говорила о разделении, я говорила, что этот механизм, возможно, он возник независимо дважды у архей и у бактерий, и так и наследовался. Да, это независимо. Да, я думаю, что нельзя. Ну, конечно, или еще более привлекательно, что он был общего предка, что общий предок был как раз вот этот вот анаэробный СОТРОФ, но это было бы слишком смело с моей стороны.